Глубоко уважаемые коллеги, добрый вечер! Я рада всех приветствовать на очередном выпуске проекта «Культурный код медицины и искусства». Здесь мы говорим об актуальных темах, в большей степени о гастроэнтерологических, но обязательно через призму преломления знакомых художественных образов, фактор биографии и анамнеза деятелей искусства и культуры. Сегодня я хочу порассуждать буквально несколько секунд о том, насколько мы все амбивалентны. Вот впереди зима, и я точно знаю, что у меня есть два любимых свитера, которые я буду носить. И джинсы я люблю одни и те же. Но с другой стороны, я люблю покупать новые вещи, особенно если это касается украшений. В медицине и в клинической практике точно так же. Мы крайне настороженно относимся к новым лекарственным препаратам. Мы любим проверенные, желательно собой, средства. И любим все упрощать и приводить к каким-то знакомым знаменателям. Ну, в частности, мы любим все классифицировать. И это не только наша особенность. Она общая для всех людей различного статуса и интеллекта. Давайте посмотрим на классификацию, которую предложил Антон Павлович Чехов. Он очень любил рассуждать про женщин, особенно пока не женился. И как-то задумался над тем, что женщина это ведь крайне опьяняющий продукт, но почему-то до сих пор без акцизных марок. И он предложил государству, что вот когда оно наконец-то решит все-таки акцизы ввести, упростить его задачу. И предложил смету крепости означенного продукта в различные периоды его существования. Ну, в частности, женщин до 16 лет он сравнил с дистиллированной водой. От 17 до 20 шабли. Потом шло токайское, шампанское. 26-27, Мадера, Херес. 28, коньяк с лименом. До 32 лет женщины это ликеры. 32-35 это пиво завода Вена. 35-40 это квас. Ну и, уважаемые коллеги, я уже несколько лет отношу себя к сивушным маслам. И при этом неплохо себя чувствую. Это была классификация по Чехову. Давайте посмотрим классификации, связанные с нашей сегодняшней темой. А мы говорим про неалкогольную жировую болезнь печени. Итак, примерно 200 лет назад впервые Эдисон описал понятие жирная печень. Да, и саму структуру при аутопсии. Затем потребовалось еще 20 лет, чтобы нашли связь между, догадались, да, что есть связь между ожирением и стеатогипотозом. В 80-х годах первое использование термина неалкогольная жировая болезнь печени. Еще через 15 лет стали уверенно говорить, что наш это фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. И 4 года назад, 2020 год, наконец-то появилась новая дефиниция стеатоза печени, которая получила название МАШП, метаболически ассоциированная жировая болезнь печени. И в течение последних 4-х лет мы все пытаемся хоть постепенно, но как-то приучить себя к этим новым номенклатурам. Уважаемые коллеги, это сделать надо, потому что разница ни в одной буквы НАШП и МАШП. Поменялся подход и к диагностике, ну и в какой-то степени к лечению. Если раньше НАШП это был чисто диагноз исключения, мы должны были у пациента спросить, что он не курит, ну курение в меньшей степени, не употребляет алкоголь, нет вирусных заболеваний, нет генетических нарушений, метаболических, нет лекарств, которые приводят к поражению печени, отложению жира. Ну и только тогда, как и в случае с функциональным заболеванием, поставить диагноз НАШП. С 2020 года НАШП это так называемый позитив диагноз, то есть нам необходимы определенные критерии у пациента, в частности наличие избыточного веса или ожирения, сахарного диабета, присутствие двух факторов риска, и при этом наконец-то стали говорить, что вообще-то один и тот же человек может и употреблять алкоголь, и есть жирную пищу, а еще он может заболеть вирусным заболеванием, и генетически у него может выявиться ген ПНПЛА-3, и это ни в коем степени не исключает диагноза неалкогольная жировая болезнь печени. Уважаемые коллеги, ну мы живем в Российской Федерации, и мы все должны соблюдать букву закона. Давайте вернемся еще раз к классификации и напомним друг друга, что вообще-то мы все живем по МКБ 10-го пересмотра, а это 1989 год, а это значит, что там нет, так же как там нет хеликобактерного гастрита, мы об этом говорили в прошлый раз, там нет самостоятельного диагноза НАШП. Поэтому если мы хотим его как-то зашифровать, мы по-прежнему пользуемся К73.0, хронический гепатит, не классифицированный в других рубриках, К73.9, гепатит неуточненный, ну если это далеко зашедшие стадии, то К74.6, другой неуточненный цирроз печени. Если же все-таки мы перейдем на МКБ 11, а шансы такие есть, которая была утверждена в 2019 году, через 30 лет после МКБ 10-го, то там уже будет НАШП как самостоятельный диагноз. НАШП без неалкогольного стоят гепатита и отдельная форма ДБИ-92.1, это неалкогольный стоятый гепатит. Уважаемые коллеги, если вы до сих пор не выучили НАШП и МАШП, ну надо перешагнуть через эту ступеньку и обратить внимание, что опять все поменялось. В 2023 году, это было летом, пока все отдыхали, эксперты Европейской ассоциации по изучению печени, Американской ассоциации по изучению печени и Латиноамериканской не отдыхали. Они активно работали и предложили новый термин вместо НАШП, МАШП. Это Steatotic Liver Disease. Почему я взяла англоязычный вариант, а не русскоязычный? Ну потому что мы-то до сих пор еще решаем, как в нашей стране это назвать. Если во всем мире речь идет о том, что уж сильная очень стигматизация данного состояния, а пациентам категорически не нравится все, что звучит по их отношению со словом «жир». Но считается, что это определенным образом оскорбляет. У нас к этому относятся достаточно спокойно, поэтому мы даже не переходили на новый термин ожирения ABCD. Мы по-прежнему пытаемся найти какие-то более привычные для нас аналоги. В 2024 году объединились эксперты Европейского общества по изучению печени, эксперты по изучению сахарного диабета, по изучению ожирения и представили на суд новый клинический гайдлайн по метаболически ассоциированной жировой болезни печени. Итак, уважаемые коллеги, о чем сейчас идет речь? О том, что наш… Давайте использовать этот термин. Термин – это сейчас зонтичный термин, который под зонтиком собирает разные нозологии. Раньше мы слово «зонтичный» употребляли по отношению к запору. Помните, что есть первичные и вторичные формы, функциональные запоры, сарказ-запора. Что сегодня? Сегодня есть пять форм нажба или жировой болезни печени. Все-таки решили, что мы будем пользоваться данным термином Российской Федерации. Итак, есть жировая болезнь печени, которая ассоциирована с метаболической дисфункцией и небольшим приемом алкоголя. Это наша старая НАШП или МАШП, если про 2020 год говорить. Есть в чистом виде алкогольная болезнь, лекарственная жировая болезнь печени, жировая болезнь, которая вызвана моногенными генетическими заболеваниями. И если вы все-все-все исключили и так, и не смогли понять, откуда у пациента жировая болезнь, ну, значит, это те редкие формы криптогенной жировой болезни печени. Какой алгоритм предлагают эксперты? У вас должно быть сначала все-таки какой-то метод визуализации, который говорит МРТ, КТ, УЗИ, это тоже приемлемый метод, что да, у пациента есть театоз в печени. Затем очень важный пункт. Сейчас НАШП – это не болезнь гипотологическая, и не только гастроэнтеролог ее лечит. Этим занимаются и кардиологи, и эндокринологи, и гинекологи, которые нашли взаимосвязь с поликистозными яичниками. Поэтому самое главное, мы смотрим немножечко вперед по прогнозу, мы оцениваем кардиометаболические критерии. Если они есть, следующий пункт – наличие алкоголя. Начинаем с мягких доз. Употребляют ли пациент 20-30 грамм? Женщина, мужчина. Если да, идем дальше. А может быть не 20-30, а может больше 50-ти или больше 60-ти, если пациент во всех случаях уверенно говорит да, ну, скорее всего, речь идет об алкогольной, алкоголь-ассоциированной болезни печени. Если какая-то неуверенность, то есть, ну, как нам говорят, нет один бокал вечером или там по праздникам, который может быть каждый день, да, и не только, и есть еще факторы риска кардиометаболические, то, скорее всего, это будет жировая болезнь печени, ассоциированная с метаболической дисфункцией. Есть другие причины стеатоза, напомню, да, это лекарственно индуцированные формы или вследствие моногенных заболеваний, или и то, и другое вместе взятое, да, может же, например, у пациента быцелиакия, ну, вот так не повезло, и гепатит С, третий генотип, который способствует отложению жира в печени, да, может быть. Ну, опять повторяюсь, крайне нижняя картинка, да, о том, что если мы ничего не нашли, пациент упорно отрицает употребление алкоголя, нет каких-то факторов риска дополнительных, ну, скорее всего, да, это криптогенная жировая болезнь печени. Следующий момент. Много классификаций. Почему это происходит? Потому что мир очень меняется, и меняются факторы риска. Вспомните, как раньше было просто. Почему жировая болезнь? Потому что мы много едим. Ну, и это по-прежнему осталось. Но появились новые игроки на этом поле. На первом месте сейчас стоит пластик. Раньше же во всем обвиняли стресс. Стресс был виновен, да, в большинстве заболеваний. Сейчас нет. Сейчас речь идет о том, что каждую неделю на регулярной основе мы съедаем примерно по банковской карточке пластика, полимеров. Это где-то 5 грамм. За год мы съедаем небольшой планшетик. И даже если вы считаете себя полностью здоровым человеком, то у 4 из 5 в крови здоровых был обнаружен микропластик. Когда проанализировали наши банальные повседневные продукты, оказалось, что в них более 55 тысяч химических соединений. Часть из них уникальна, которых раньше никто и не предполагал, что такие существуют. И 11 из них так называемые MDC, Metabolism Disruption Chemicals. То есть те метаболиты, которые вторгаются в наши процессы обмена веществ, вызывая пролиферацию приадипоцитов, дифференцировку в адипоциты, ну то есть влияя на отложение жира в печени. Это игрок номер 1. Есть еще один игрок. Это нехватка сна. У нас сейчас режим 24 на 7. с постоянным доступом, круглосуточным, да, благодаря супермаркетам к продуктам питания. И есть два крупнейших мета-анализа, которые показали. Они очень однотипны, только дизайн прямо противоположный. Сначала пациентам не давали спать, а потом, наоборот, давали им высыпаться и сравнивали, сколько они съедают. И оказалось, что если мы не досыпаем, то спим меньше 6,5 часов, а на самом деле у каждого свой порог, мы съедаем где-то на 250 калорий больше, чем съели бы, если бы мы проспали от 7 до 9 часов. Что значит 250 калорий в день? Уважаемые коллеги, если говорить за год, это дополнительных, в зависимости от сопутствующих всех моментов, там образа жизни, вашей физической активности, от 6 до 12 килограмм. Поэтому самый простой лайфхак для пациента, который хочет снизить вес, ничего для этого дополнительно не делая, это начать спать. У меня на приеме в этот понедельник была пациентка из Америки, она приезжает раз в год, она не стесняется и не скрывает, что она вообще-то биохакер, такой продвинутый, причем в понимании не в нашем российском биохакерство, что это прием биологически активных добавок, нет, а вот все правильно по пунктам, как говорил топ-менеджмент Кремниевой долины, что сначала работа со стрессом, модификацию образа жизни, техники релаксации, и это фотографии, которые я сделала в понедельник, она смотрит на мои руки и говорит, Татьяна Алексеевна, а почему у вас еще нет часов ВУП, да, или там гаджета, я не помню, как это было сказано, ну и я вам спотографировала, что она имела в виду, она говорит, каждый уважающий себя американец, который сейчас заботится о своем здоровье, должен приобрести эти часы, что значит приобрести, вообще-то они там выдаются бесплатно, потому что платное только приложение, и оно отслеживает вот буквально все, да, это один из новых новомодных, наверное, гаджетов, но который делает акцент на сне, на его качестве, он показывает, сколько вы, носить надо не снимая, даже в ванной, он быстро сохнет, какое качество сна, все четыре фазы сна, в том числе быстрый сон, поверхностный, глубокий, сколько вы не досыпаете, кто вы, да, по циркодианным ритмам, потому что у нас же сейчас они полностью сгладились, я до сих пор считаю себя жаворонком, ну, причем классическим жаворонком, мне действительно легко встать там 4 в 5 утра там с восходом солнца, особенно летом, но благодаря работе, или из-за работы, у меня явные черты уже совы, да, я могу и ночью поработать, а вот эти часы, они определяют ваш истинный хронотип, и вот конкретно у нее спать надо 9 часов, да, а не 7 с половиной или 8, ну, и все остальное они тоже делают, что и делают опять же сейчас современные фитнес-трекеры, итак, уважаемые коллеги, делаем акцент на сне, а следующая, да, фактор риска, почему так много наш появилось, и почему эта тема будет неисчерпаема в ближайшее время, мы гедонисты, мы ими продолжаем быть, нам очень нравится баловать себя, баловать себя не только новой одеждой, с чего я начала, да, но и новыми вкусами, и если я легко, да, могу назвать, четыре вида рецепторов, которые, четыре вида вкуса на языке, горькое, кислое, соленое, сладкое, то уже мои дети, а младшая сейчас в четвертом классе, они говорят, что на уроках они проходят, что есть пятый вкус у мамы, уважаемые коллеги, этого мало, сейчас еще есть три новых кандидата в новые вкусы, которые есть, да, рецепторы на языке, это вкус крахмалистого, вкус жирного, и вкус хлорида аммония, у нас рядом Финляндия, и раньше очень легко было съездить, закупиться, вернуться, и при этом одним из, ну, таких стандартных наборов, это был набор лакричных конфет соленых, и обычно все делятся, и до сих пор делятся на два диаметральных лагеря, тем, кому нравятся эти конфеты, и те, кто просто не может до себе представить, что их можно съесть, уважаемые коллеги, все это зависит на самом деле от активности рецептора на вашем языке, если у вас за плечами генетически была очень спокойная у ваших предков жизнь, и они ни от кого не бегали, им не надо было там с трудом добывать свою пищу, скорее всего, вы не полюбите соленые лакричные финские конфеты, потому что вкус хлорида аммония подразумевает, в том числе, он связан с гниением, а это один из видов защитной реакции, и так, разобрались с гедонизмом, с новыми вкусами, что еще, наши вредные привычки, они стандартные, табак, курение, как было раньше, раньше, ну, как раньше, да, я сейчас говорю про 16-17 век, когда Колумб, Америго Веспуччи, пожалуйста, кто угодно, мы сегодня не про это, приехал в Америку, достиг Америки, что его удивило, там было 60 разных видов табака, и лечили буквально все, запор, табак, понос, табак, болят уши, растерли мазь, нанесли, уши прошли, головная боль, повышение температуры, в общем, все лечили, поэтому, когда он это вернулся в Португалию, на ура было воспринятое новое, да, медицин, продукт, и стали им лечить 20 болезней, в том числе, что парадоксально, использовали в качестве профилактики рака и профилактики инфекционных заболеваний, окуривали комнаты, да, чтобы, например, не заразиться простудными заболеваниями, боли в желудке, кстати, тоже лечили. Ну, а викторианская Англия характеризовалась тем, что по берегам Темзы были палатки, где работало общество спасения с табачными дымовыми клизмами, и ими спасали, да, полуутопленников, соответственно, перректум, вводя табачный дым в анальный канал. Ну, времена изменились, сейчас нет никаких сомнений о том, что курение – это зло, и отказ от курения в гастроэнтерологии облигаторен. Есть одно заболевание, да, воспалительное заболевание кишечника, язвенный колит, где мы знаем, что отказ от курения может спровоцировать обострение заболевания, но это совсем не значит, что при этом мы должны рекомендовать пациенту, там, курение, да, если он в группе риска. О чем сейчас говорят? Сейчас больше страха вызывают электронные сигареты, особенно электронные сигареты, курение у женщин. Исследования, которые были проведены на крысках, на грызунах, показали, что если воздействует на них табачным дымом 12 недель, уже определяются изменения более чем в 400 генах, начинается отложение жира в печени, изменяются окислительно-восстановительные реакции, крыски стрессуют, и у них меняются циркодианные ритмы. Что это значит? Что они начинают спать ночью, а не спать днем. Ну, соответственно, у людей все наоборот, а если мы ночью не спим, мы будем есть. Поэтому, уважаемые коллеги, электронные сигареты, курение сейчас под запретом. Ну и, конечно, один из новых факторов риска, который мы стали определять, это генотипирование. В нашей клинике, в СМ-холдинге мы очень широко используем генотипирование по PNPLA-3. В мире таких работ тоже появляется достаточное количество. Очень удобный тест. Мы знаем, что если пациент мутант, то мы уже берем его под более активный контроль, даже если у него все хорошо. Там, АЛТ в норме, АСТ в норме, пациент такой весь жзож, записан на фитнес. Нет. В любом случае, это уже повышение риска стеатогепатита, тяжелого фиброза, цирроза печени. Ну и как вариант гепатоцеллюлярной карциномы. Да, конечно, не у всех. Мы знаем, что наличие мутации в генах, это не знак равенства, что он пенетрирует. Но, тем не менее. Ну и еще один игрок, без которого сейчас не обходится ни один доклад, это нарушение микробиоты. Метаболическая эндотоксинемия. Речь идет о том, что каждый раз после еды, в течение 4-5 часов, у нас идет повышение концентрации эндотоксина в сыворотке крови. И если речь идет о тяжелом заболевании, о сепсисе, гнойных процессах, там повышение от 10 до 20 норм. Здесь нет. Здесь от 1 до 2 норм. Но уже это приводит к так называемому low-grade inflammation, низкодозному воспалению. Это уже связано с измеримым повышением уровня интерлекинов провоспалительного направления, триглицеридов, постпрандиального инсулина. И в итоге потом будет связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, ожирением, расстройствами психами, психике и так далее. О том, что кишечные микробиоты играют огромную роль, нам помогли понять мышки гнатобионты. Я напомню, гнатобионты – это которые рождаются в стерильных условиях методом кисровосечения у мышек. Сейчас это любые на самом деле виды животных. И первые работы были связаны с тем, что брали обычных мышей, пересаживали микробиоту гнатобионтам, и оказалось, что те худеют, никак не набирают вес. А если мышам, гнатобионтам давать много-много еды, высококалорийной, оказалось, что они вес-то тоже не набирают. Вообще, вот эти гнатобионты без бактерий, они как-то плохо реагируют на болезни цивилизации. Я имею в виду на ожирение и на какие-то сердечно-сосудистые риски. Но если им пересадить микробиоту от мышек, у которых есть ожирение, то и у гнатобионтов начинает развиваться наш. Очень простые модели исследования, но они показали важную роль кишечной микробиоты. Сейчас наше представление расширились, мы уже говорим о том, что есть понятие «гадж-ливе-эксис». Помните, после римского консенсуса 2016 года мы выучили это понятие «оси», тогда речь шла про «гадж-брейн-эксис». Что такое ось печень-кишечник? Что при хроническом заболевании печени происходит нарушение секреции желчи, а значит, развивается недостаточность дуоденального антибактериального барьера, желчи-тощелочь, она обладает обезвреживающим действием, нарушается гидролиз липидов, что создает условия для избыточного бактериального роста в тонкой кишке. Контоминация тонкой кишки, которая сопровождается low-grade inflammation, эндотоксинемией, дисбиоз с метаболическими изменениями, в том числе и в печени. То есть, если все это суммировать, можно сказать, что кишка и печень взаимно негативно влияют друг на друга, ухудшается состояние обоих органов. У нас есть несколько работ отечественных авторов, которые я посчитала необходимым привести на слайде. Первая работа выполнена под руководством Марины Дмитриевны Ордацкой. Я очень уважаю данного лектора, ученого. Мне кажется, она один из самых сильных специалистов по микробиоте в нашей стране. Взяли 100 пациентов среднего возраста 50 лет. Провели диагностику СИБР с помощью водородного дыхательного теста с лактулозой и использовали метод, который, ну, может речь о нем идти только в научных исследованиях, у нас его нет в рутинной практике. Это метод активированных частиц для того, чтобы определить бактериальную эндотоксинемию, о которой я говорила несколько слайдов назад. Что оказалось? Что у 50 пациентов с НАШП выявлен СИБР. Если это стеатоз, то есть только отложение жира в печени без каких-то метаболических нарушений, СИБР нет. Если это уже не алкогольный статогепатит, то у 7%. Чем больше активность, тем больше и чем чаще выявлялся СИБР. То есть главный вывод этой работы, что есть прямая корреляция между тяжестью НАШПа и выраженностью синдрома избыточного бактериального роста. Ну, а затем начали лечить. Разделили на три группы. Кто-то вообще-то отказался от терапии, печень не болит, никто эндодоксинемии не чувствует. Это была группа сравнения. Всем предложили модификацию образа жизни. Это основа лечения НАШП. Кому-то давали пищевые волокна, кому-то давали рефоксимин 800 мг в 7 дней. Что оказалось через 6 месяцев. У 97% пациентов, которые получали рефоксимин и пищевые волокна на фоне модификации, СИБР был купирован полностью. Бактериальная эндодоксинемия отсутствует. Ну, а там, где не лечили или были только пищевые волокна, в общем, все ухудшилось еще на 20%. Поэтому, уважаемые коллеги, у нас получилось есть еще одна точка воздействия на НАШП. Это коррекция микробиоты. Ну, и вторая работа отечественных авторов. Здесь уже речь шла о том, что, опять же, благодаря водородному дыхательному тесту, фибромаг сделали, УЗИ, оценивали пациентов со стеатозом печени и смотрели, как СИБР влияет на липидный, углеводный, белковый и минеральный обмен. Оказалось, что напрямую влияет. На фоне СИБР у пациентов значительно идет, опять же, по сравнению с тем, у кого его нет, увеличение уровня холестерина, триглицеридов, глюкозы, общий белок и обратное корреляция с альбумином. Уважаемые коллеги, СИБР в клинической практике, я вот несколько раз приводила пример, что использовался водородный дыхательный тест, но, к сожалению, он не универсален. Почему? Потому что помимо СИБРа с избыточным ростом водород продуцентов, есть СИБР с избыточным ростом метаногенных бактерий, а это от 15 до 30%. И у таких пациентов не будет классики. Да, классика – это вздутие живота по носу. Нет. Чаще всего у этих пациентов будет запор или отсутствие каких-то жалоб, а СИБР есть. И как раз пациенты с ожирением относятся вот к этой категории. Поэтому будьте внимательны в клинической практике. С чем у нас все легко? У нас все легко на сегодня с лечением. К счастью, лечение СИБР одинаково в международных гайдлайнах, в европейских, в американских и в российских. На первом месте стоит антибактериальная терапия. Я сейчас привожу цитирование гайдлайна Российской гастронатологической ассоциации. То же самое прописано и в Минздравовских рекомендациях, что антибиотиком выбора является рефексимин альфа в стандартной дозировке 400 мг 3 раза в день, 7-14 дней. И это уровень доказательности самый высокий – 1b. Опять же, в гайдах идет и в том числе в рекомендациях Минздрава обсуждается, почему именно альфа-нормикс, это торговое номинование. Но есть как минимум несколько объяснений. Мы его не боимся. Несмотря на то, что этот препарат относится до юра к антибактериальным препаратам, мы уже с вами знаем, как тяжело применяются и изменяются классификации. И это препарат, который не всасывается в системный кровоток, менее 0,4%. Соответственно, низкая частота системных побочных эффектов, низкий риск возникновения резистентных к антибиотикам бактериальных штаммов. Именно поэтому сейчас зарегистрирована форма альфа-нормикса 550 мг, который при циррозе печени можно принимать от 6 месяцев и более. Но если мы говорим про СИБР, коллеги, я обращаю ваше внимание, это 400 мг 3 раза в день. Рифоксимин альфа действует только в просвете кишки. Я еще раз хочу подчеркнуть, что бывают различные кристаллические формы, это и гамма, и дельта, аморфный. И если вы не видите в описании препарата, например, какая-то дженерическая форма, сейчас они появляются на рынке, что там указано рефоксимин альфа, то, к сожалению, мы не можем взять и экстраполировать все данные исследований и гайдлайны, которые писались на альфа-нормиксе, на все другие препараты. Что у нас еще мы можем предложить пациенту, помимо антибактериальной терапии? Коллеги, ну конечно, начинаем с диеты. Но если вы пробовали, и у вас был опыт общения с пациентами, как правило, эффективность любых диетических мероприятий не более 10%, не потому что диета неэффективна, а потому что пациенты ее не соблюдают. Low Food Map надо использовать какие-то дополнительные средства в виде чат-ботов, пособий, электронных телеграм-каналов, все что угодно, которое поможет пациенту сориентироваться, потому что за 10-15 минут вы не объясните все особенности Low Food Map диеты. Но есть еще один подход, который нашел применение в нашей практике, это пациентам, и он описан в рекомендациях Медздрава, что рекомендуется назначение пробиотиков пациентам СИБР, которым проводится антибактериальная терапия и, опять же, уровень доказательства 1b. Я в своей практике выбираю, вообще очень аккуратно отношусь к пробиотикам, хотя мое мнение постепенно меняется, я хотя бы начала их назначать. Раньше в моем арсенале были только пребиотики и метабиотики. Пока я делаю выбор в пользу моноштаммовых пробиотиков, мне очень нравится доказательная база, исследование, понимание, что да, именно этот штамм работает, ну и в частности лактобацилы паракозеи диджи или энтеролактис. Энтеролактис плюс чаще всего использую при сочетании СИБР и неалкогольной жировой болезни печени. Но есть, опять же, данные о том, что статистически значимо уходят клинические проявления и те симптомы, которые заставляют пациента обратиться к врачу. Он же не из-за нажбы придет, он придет из-за болей в животе, из-за того, что у него что-то урчит, вздувается, что он не может сходить в кафе с друзьями, да, или там его подташнивает. Ну и, уважаемые коллеги, завершая доклад, позвольте немножечко порассуждать, что вот как было 100 и 200 лет назад и почему у Пушкина были очень маленькие риски иметь нашп. Помимо того, что не было банковских карточек, да, и, наверное, он не ел пластик. Давайте посмотрим на его распорядок дня, когда вы будете в нашем городе и заедете в ЦАС Косельский лицей, вы этот распорядок увидите в одной из витрин. Подъем был в 6 утра. Еще не поели, были первые занятия с 7 до 9. Потом был чай с булкой или яблоко, уважаемые коллеги, это меньше 200 калорий. Потом обязательная прогулка, занятие, обед, занятие, опять чай, прогулка, свободное время. Время 3 часа и сюда вкладывалось домашнее задание, занятие физкультурой, например, фехтованием, конным спортом, то есть какой-то опять вид физической активности. 10 вечера, молитва и отбой. Уважаемые коллеги, ну, если даже прикинуть пищевой рацион, да, в два раза примерно меньше, чем мы сейчас себе можем это, вернее, и позволяем. Ну, прошло 100 лет, давайте посмотрим на рацион, на дневник Николая Александровича Семашко. Это уже начало 20 века. Ему на тот момент было 53 года, когда он оставил эту запись. 9 утра, дома, статьи. 11 утра, я опять обращаю внимание, что он еще не поел. Работа в комиссариате. В 2 часа дня, завтрак 5-7 минут. В 5 часов обед и отдых. Обязательно обмыть мозги, это называлось, то есть чуть-чуть отдохнуть после обеда. Ну, а потом до 12 ночи работа и заседания. Он не пил, не курил, считал, что лучшая форма отдыха это музыка, пение, велосипед, лыжи. Уважаемые коллеги, наверное, если оценивать с современной точки зрения, ну, Николай Александрович Семашко, это, по-моему, первый человек, адепт интервального голодания, да, двухразовое питание. Ну, и опять же, все-таки это гипокалорийный рацион. Уважаемые коллеги, тема ожирения, питания очень актуальна, и это тема наших постоянных бесед и постов в Телеграм-канале. Я всех приглашаю туда. Культурный код, медицина и искусство. Уже на завтра подготовила пост, почему индекс массы тела сейчас, ну, наверное, должен уходить в небытие, использовать более современные способы для того, чтобы более объективно оценивать наших пациентов и их риски. Жду вас в Телеграм-канале, ну, а мы продолжаем тему нашей сегодняшней мини-энциклопедии по НАШП. Ну, а чтобы продолжить тему психологического здоровья, уважаемые коллеги, я передаю слово Юлии Валентиновне, нашему психологу, которая тоже немножечко поработает теперь, да, с ментальным вашим здоровьем. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Мы сегодня с вами рассматриваем интереснейшую тему, когда пациенту нужна психологическая помощь. Я бы хотела, чтобы врачи соматической медицины начали рассматривать специалистов в знака ПСИ, как у нас принято говорить, психологов, психотерапевтов и психиатров, как своих коллег, напарников, партнеров, помощников, потому что действительно часто бывают ситуации, когда пациент приносит симптоматику, и врач соматической медицины чувствует себя немножечко бессильным, поскольку помочь здесь особо не может. Давайте рассмотрим, в каких случаях есть смысл обратиться к ПСИ-специалисту и подумаем, к кому именно. Ну, собственно, случай первый – это красная кнопка, когда есть смысл прямо-таки бежать к психиатру, психотерапевту, но не будет ошибкой, если вы отправите пациента к психологу. Как правило, записать к психологу гораздо легче, чем к психиатру. У пациента это не вызывает напряжение. Все-таки ПСИ-профессия в нашем социуме немножечко стигматизирована. Если вы предложите пациенту консультацию психиатра, ну, в общем, в ряде случаев вы получите возмущение, вы что меня сумасшедшим считаете. Более того, да, мы в СМ-клинике породили формулу такую, да, отправить к специалисту по эмоциональному здоровью для того, чтобы помочь в лечении основного заболевания. Но так или иначе, да, вот она красная кнопка, когда есть смысл обратить внимание на то, не нужен ли человеку именно такой специалист. Я говорю о тех случаях, когда вы можете заподозрить у пациента депрессивное или тревожное расстройство или микс, тревожное депрессивное расстройство, что сейчас совершенно не редкость, тем более наступила осень, да, и мы, в общем, ждем волну обострений. На что есть смысл обратить внимание? Когда пациент много раз пожаловался вам, что он испытывает чувство грусти, печали, тоску, русское слово, непереводимое ни на один язык мира, но, тем не менее, являющийся признаком депрессии, или ему безразлично, что с ним происходит, он не чувствует вкуса еды, не чувствует радости, он испытывает стойкие проблемы со сном, концентрацией внимания и так далее, чувство паники, тревожности, напряжения без причины, ну, то есть, вот сижу дома вечером, вдруг охватывает чувство тревоги, и так каждый вечер. Мысли о самоубийстве или самоповреждении – это две красные кнопки сразу, да, тут вообще вопросов нет, действительно необходим психиатр, потому что пациент может просто находиться в опасности, да, он опасен сам для себя. Для того, чтобы помочь себе, да, вот я привела ссылку, существует госпитальная шкала тревоги и депрессии, собственно, мы ей пользуемся, это очень короткие тесты, иногда я предлагаю пациентам самозаполнение этой шкалы для того, чтобы они увидели. На самом деле, даже посмотреть, какие признаки, на что есть смысл обратить внимание, какие вопросы есть смысл задать пациенту, они в этой шкале есть. Вот ссылочка есть, вы ее нагуглить можете, она есть онлайн, да, ее можно посмотреть и пройти, себя потестить на всякий случай. Ее можно распечатать в виде бланка, чтобы она у вас лежала на рабочем столе, это было бы в помощь вам. Очень простой тест, маленькое количество вопросов, очень легко считается, и, собственно, да, все прогностические и диагностические признаки, они вот примерно такие. Лечить депрессию неврологу тяжелое дело, поэтому отправьте к человеку, который может это делать, тем более современные медицины, современная психотерапевтическая практика предполагает сочетанный подход, когда депрессия, например, да, и тревожное расстройство, например, лучше всего лечатся и показываются лучшие результаты, когда сочетается и фармакологическая терапия, и психотерапия, да, то есть там, где работает психолог или психотерапевт. Первый случай. Второй случай. Самый, наверное, сложный для врачей соматической медицины – это психосоматические симптомы. И, собственно, здесь сигналом будет служить та симптоматика, которую вы ни подтвердить, ни опровергнуть, ни объяснить медицинскими исследованиями не можете. Чаще всего это хронические боли, головные, мышечные, в спине, еще где-то, да, где пациент предъявляет, и объяснить ничем их вы не можете, да, ничем не подтверждается. Проблема с желудочно-кишечным трактом. Ну, вот у нас сейчас, у меня в работе есть кейс от нашего гастроэнтеролога, спасибо за пациента, когда тошнота, которой говорит пациентка, когда чувства неприятные после еды, если она все-таки рискует на этом фоне принять пищу, связана абсолютно не с ее физическим состоянием, а с тем, что она переживает тревожное расстройство. Мало того, что там тревожное устройство личности, она находится в обстоятельствах, когда сейчас это расстройство обострилось, и, да, эту пациентку мы ведем вдвоем вместе с психиатром, потому что она принимает таблеточки, ну, и, соответственно, я провожу психотерапию. У детей очень частая история, когда какие-либо психологические причины воздействуют именно на работу желудочно-кишечного тракта, ну, у нас есть, так и у психологов-психотерапевтов, есть шутка, невротическая дисконизия желчевыводящих путей, нет такого диагноза, да, но, тем не менее, оно случается. Иные повторяющиеся физические симптомы мы даже перечислять здесь с вами замучаемся, потому что все, что угодно может быть в зависимости от того, какой типаж. И если пациент говорит, что он чувствует себя хуже, да, вот задайте этот вопрос, а на фоне чего происходит ухудшение? А если он чувствует себя хуже, например, в ситуации, когда он идет к начальнику, или когда он получил плохое известие, или когда он сдал анализы и ожидает, вот это прямо классика совершенная, да, не могу дождаться, когда придут результаты анализов, ничего не ем, тошнит. Наверное, есть смысл направить все-таки на консультацию к психоспециалисту и, может быть, вести этого пациента совместно для того, чтобы вот этот вот налет, это напряжение тревоги, которое на самом деле вам будет мешать в процессе лечения этого пациента, чтобы это напряжение и тревоги было возможно снять. Третий случай – соматизация стресса. Ну, вспоминайте, мы с вами много раз говорили о профессиональном выгорании, об синдроме эмоциональной усталости. По сути, когда мы говорим о плохо пережитом стрессе и о соматизации его, это вот оно, да, это очень близкие состояния. Если пациент жалуется, например, на сердечные симптомы, у него учащенное сердцебиение, у него щемет в груди, у него одышка, у него там постоянное усталость, снижение энергии, он просыпается, как будто бы получаса не спал, и это без связи с физическими нагрузками, задайте ему вопрос, опять, на фоне чего, а что произошло условный месяц назад, а что произошло условный пару недель назад, да, и если пациент говорит, вы знаете, там, пару недель назад я сменил работу, или пару недель назад у нас появился новый начальник, и в этот момент он связывает события, и с этого-то момента всё и началось, да, то, наверное, здесь тоже есть смысл не искать эту причину, ну, то есть, понятно, первое базовое, вы проверяете это само собой, да, не искать ещё каких-то причин, а предложить его приём у психоспециалиста для того, чтобы диагностировать, что происходит. На самом деле симптомы соматизации стресса прекрасно работают как когнитивно-поведенческая терапия, да, помогая это снять, так и гештальтерапия, помогая, опять-таки, формированию позитивного образа себя и помогая работе, да, так сказать, самонастройке организма, работе с собой, саморегуляции. Можно, кстати, отправить к физиотерапевту, у нас есть такая программа, когда последствия плохо пережитого стресса, да, и, соответственно, то, что повлияло уже на мышечный каркас, да, то, что закрепощает пациента, сжимает его и вызывает те самые хронические боли и усталость, невозможность расслабиться, прекрасно снимают наши физиотерапевты. Но к физиотерапевту его, как правило, направит уже психи-специалист. Задайте вопрос, на фоне чего, вот чуть-чуть вникнуть в историю пациента, и мы, по сути дела, получаем в руки помощь и козыри для того, чтобы пациенту ситуацию облегчить. Хронические заболевания. Если у вас пациент, ну, я, наверное, буду приводить примеры, да, если у вас пациент, например, с диабетом у эндокринологов, это то, с чем ему предстоит жить. По сути, это диагноз, который разделяет жизнь на до и после, а его жизнь станет другой. И это то известие, принимая которое, он пройдет весь цикл отрицания, гнев, депрессия, принятие и дальнейшее встраивание в свою жизнь вот этого нового образа, да, нового типа мировоззрения, нового образа себя в этом мире. И, кстати, если говорить о диабете, существует огромное количество школ диабета, существует сообщество пациентов, где уделяется огромное внимание психологической поддержке, где уделяется огромное внимание помощи в выстраивании новой жизни именно психи-специалистами. Если мы будем говорить о пациентах-кардиолога, например, кардиологи, наверное, сейчас, если у нас такие сегодня присутствуют, да, кардиологи улыбнутся и скажут, что да, кардиологический пациент – это всегда хроника, это человек, в общем, с особенным складом, и зачастую работа с психологом, научение управления своим эмоциональным состоянием значительно уменьшает количество сердечных приступов, значительно уменьшает количество панических по поводу какой-то там работы сердца, значительно уменьшает, снижает вот эту привычку пациента прислушиваться, что у меня там, что у меня там, что у меня сейчас внутри, как у меня сердце бьется, что, в общем, конечно, положительно влияет на качество его жизни. И здесь, да, тоже можно привлекать нас, специалистов-психологов, специалистов-психотерапевтов, для того, чтобы помогать вам в лечении основного заболевания пациента за счет выстраивания его более ровного, более позитивного эмоционального состояния. Ну и, наверное, отдельным пунктом я упомяну онкологические заболевания, поскольку в этот момент у пациента падает присущая всем людям защита ощущения бессмертия. Мы все с вами живем, как будто смерти не существует, как будто наша жизнь бесконечна. Если бы мы все время перед глазами держали идею о том, что мы смертны, наверное, это бы очень сильно осложнило нам жизнь. Поэтому эта защита естественная, она нормальная, да, и вот у пациента, получившего онкодиагноз, эта защита падает. Он, по сути, оказывается лицом к лицу перед своей собственной конечностью. И это, безусловно, тяжелейший груз. Плюс, да, лечение зачастую бывает сложным, тяжелым, и я уже не говорю длительным. Существуют ассоциации онкопсихологов, они выделены сейчас в отдельное совершенно направление деятельности. Ну, понятно, что это такие же психоспециалисты, просто они выбрали специализироваться вот на этом. и в этом смысле, да, возможно, вы будете иметь у себя информацию, куда направить пациента, ну, то есть подсобрать себе некий такой пул ссылок, отсылок, да, как у нас сейчас принято говорить, составить пациенту дорожную карту, куда ему можно обратиться, куда он может пойти для того, чтобы не остаться одному в этой ситуации. Зачастую, кстати, в этом нуждается не только сам пациент, но и его родственники. А можно пойти другим путем, можно отправить его к тому психоспециалисту, который работает у вас в клинике или работает в доступе, или вы знаете, да, кому можно, например, отправить. И тогда уже соответствующий специалист, да, который все-таки в этом сообществе варится, будем говорить, он подберет ему именно тот вариант взаимодействия с тем сообществом, которое они, обсудив, сочтут наиболее правильным, для того, чтобы человек не оставался в этой ситуации один. Это, правда, тот момент, когда очень важно, чтобы человек был не один, да, и, может быть, даже сообщество пациентов поможет в этом, да, но вот, слава богу, сейчас у нас развиваются и пси-направления, и этим, конечно, грешно не пользоваться. Повторюсь, да, часть работы по урегулированию эмоционального состояния пациента, по урегулированию его отношения к собственной болезни, а значит, по формированию комплоентности к лечению вы, по сути дела, переложите на плечи своего уважаемого психорегина. А почему, собственно, и нет? Еще одна красная кнопка, и в силу того, что все-таки много гастроэнтерологов, в основном гастроэнтерологи в этом проекте у Татьяны Алексеевны, я думаю, что важно об этом тоже помнить. Я знаю, что многие гастроэнтерологи сейчас ходят учиться, и я встречалась на своих профессиональных семинарах по расстройству пищевого поведения, когда участвовала в них, с врачами-гастроэнтерологами, которым важно научиться работать с такими пациентами, ибо это, конечно, психология. Как вы видите, как вы можете заподозрить у человека расстройство пищевого поведения? Опять-таки, если он чрезмерно озабочен и постоянно говорит, вы, например, обсуждаете изменение режима питания, или вы, например, обсуждаете прием препаратов до еды, после еды, во время еды? И он говорит о еде, что он ест, а не повредит, а не пополнею ли я, а не повлияет ли это на что-то? И вы видите, что эти разговоры занимают ключевую позицию. Ну, в общем, я бы здесь поставила такой знак вопроса, галочку. Если вы видите, что у пациента происходит быстрое снижение веса, несмотря на то, что никаких медицинских причин на этом нет, мы, скорее всего, подозреваем, что он делает это специально, это в фокусе его внимания, и таким образом вредит себе, и, может быть, даже уже создаёт опасность для жизни. Либо он упоминает о чувстве вины, или говорит с чувством вины о том, что он вчера позволил себе лишнего, там лишний кусок съел, или он с чувством стыда говорит, что он не может удержаться. Вот эти вещи должны создать у вас настороженность. И в этом случае, честно говоря, лучше перебдеть, чем недобдеть. И пускай он сходит и проконсультируется с пси-специалистом на ранней стадии формирования этого расстройства. Забегаем вперёд, расстройство пищевого поведения лечится плохо, лечится долго, лечится сложно, не всегда успешно. И совершенно не зря, например, в Москве, я ожидаю, что у нас в Петербурге тоже когда-нибудь появится, открылась целая клиника лечения расстройств пищевого поведения, потому что в наше время сейчас это, к сожалению, становится довольно распространённым явлением. Если ваши пациенты об этом говорят, не пропустите. Ну, ещё один, наверное, диагностический признак я упомяну, он, собственно, на картинке нарисован. Он представлен, когда на приёме явно стройная, худощавая барышня, говорящая о себе в терминологии толстая, жирная, ну и ещё всякие фэтшейминговые термины, есть смысл заподозрить, что там есть расстройство восприятия собственного тела, которое тоже, в общем, связано с формированием расстройства пищевого поведения. Обратите на это внимание, здесь без пси-специалиста, к сожалению, ну, просто не обойтись, если мы говорим о том, чтобы пациент всё-таки двигался к своему здоровью. Не очень приятная история, но я думаю, что вы с этим и сталкивались, скорее всего, и будете сталкиваться, скорее всего. Чаще всего это пациенты неврологов, но тем не менее у каждого врача может появиться такой пациент. Как мы понимаем, что речь идёт не о соматической болезни, а речь идёт именно о посттравматическом стрессовом расстройстве. Когда пациент говорит о том, что он избегает места или ситуаций определённых, а почему? Когда он говорит, меня мучают навязчивые мысли, я не могу избавиться от того, что я воображаю то-то и то-то, я постоянно напряжён, я постоянно раздражён, меня мучают кошмары. Это, в общем, повод задать вопросы, о каком содержании кошмары, о какие навязчивые мысли вас терзают, а как давно это началось, связываете ли вы это с чем-нибудь. Это, в общем, характерная картина, но я так довольно кратко описываю, но, правда, с этим будет разбираться психоспециалист. Это довольно характерная картина посттравматического стрессового расстройства. Это может быть нападение с целью ограбления. У барышни отобрали телефон поздним вечером где-нибудь на безлюдной улице. Это может быть переживание, не дай бог, насилие. Разные бывают случаи в этой жизни. Ну и, конечно, я не могу не сказать о том, что я предполагаю, что сейчас этих пациентов у вас будет все-таки больше, ровно потому, что идет специальная военная операция, и люди, которые возвращаются из мест боевых действий, безусловно, будут нести на себя отпечаток этого посттравматического стрессового расстройства. И здесь невозможно справиться только фармой, здесь невозможно справиться только таблетками, здесь действительно нужна психотерапия, и, правда, в ваших интересах позвать на помощь психоспециалиста. Это сложная работа, это специально обученные люди, и, возможно, выяснится, что человек, который работает у вас или вы с ним знакомы, не знает, да, не умеет работать сам с этим, но, по крайней мере, он переориентирует человека туда, куда ему нужно. И это очень благое дело, потому что человек вернется в социум нормальным, здоровым, психологически гармоничным. А на этом я заканчиваю. Спасибо за понимание. Дорогие коллеги, мы благодарим Юлию Валентиновну. У нас еще есть что обсудить, и мне бы очень не хотелось, чтобы вы подумали, что вот наш, это такая только современная-современная проблема. Нет, проблемы с печенью были всегда, просто они были немножечко разные. Давайте посмотрим на гипотологическое меню вчера, сегодня и завтра. Перед вами счет 23 сентября 1923 года, то есть 100 лет назад, который был выдан Сергею Есенину. Это было воскресенье, я посмотрела по календарю. Он неплохо провел время в ресторане, где заказал 13 кружек пива, 2 содовых и 1 порция мяса. Поэтому, ну, я думаю, что если бы речь шла, да, о немножечко большей продолжительности жизни, гипотологам было бы что обсудить. Сейчас немножечко картинка меняется, алкоголя не стало меньше. Но посмотрите, у нас уходят вирусные заболевания гепатит С, а стало нарастать кружочек желтинки, связанный со стеатогепатозом и его особыми формами. Что мы говорим на сегодня? Что количество стеатоза прогрессивно растет. Каждый новый метаанализ нас пугает. То есть сейчас уже речь идет о 39% на прошлый год распространенности МАШП. По прогнозам еще будет плюс 20% через 5 лет. Пока почему-то держатся Япония и Канада. Ну, мне кажется, это как-то связано с особенностями менталитета и систем здравоохранения. Если вы проанализируете своих друзей, коллег, окажется, что среди даже slim person, да, то есть таких тоненьких, стройненьких, каждый, как минимум, десятый ваш знакомый страдает неалкогольной жировой болезнью печени. Если же речь идет именно о гипотологическом профиле, то есть те, кто обращаются на прием, скорее всего, каждый четвертый, который с виду не вызывает желания его полечить, да, и посмотреть, что там творится на УЗИ, тем не менее, страдает НАШП. Пришло время, и об этом трубят, по-моему, со всех экранов, на всех конференциях, изменить в голове образ пациента с неалкогольной жировой болезнью печени. Нет, это уже не такая, да, пусть и красивая, привлекательная, но с избыточным весом девушка. Это может быть, вот, совершенно банальный случай с индексом массы тела, там, 25-26. Это может быть спортсменка, которая увлекается здоровым образом жизни. Это даже, кстати, чаще всего все начиналось с манекенщиц. То есть, по сути, на сегодня образ пациента с НАШП это любой пациент в популяции. Почему будем и будем говорить про это? Потому что нас пугают те данные, о которых мы раньше не знали. В июне 24-го года в аналоге патологии был опубликован метаанализ обновленный более 94 тысячи пациентов, за которыми наблюдали 17 лет. И оказалось, что это отнюдь уже НАШПО худых не проблема азиатской популяции, что это напрямую проблема европеоидов. И у этих пациентов более высокий риск смертности от всех причин, если сравнивать их с пациентами с избыточным весом, где-то на 60%. То есть, наблюдается казуистика. НАШПО худых, как оказывается, хуже прогностически, чем НАШПО не худых. Там больше коморбидности при такой же генетике. ПНПЛАИ-3 мутации встречаются у 20%. Высшие показатели метаболических маркеров, инсулинорезистентности, всех компонентов метаболического синдрома. Высшие АЛТ, ЦРБ, мочевая кислота, высшие шансы уйти в неалкогольные статы, гепатиты, фиброз, более выраженные стадии фиброза, по эластометрии, выше средняя жесткость печени. Причем мы до сих пор, 17 лет наблюдали, мы уже не первый год говорим про НАШПО худых, мы не знаем, какие механизмы лежат в основе повышенного риска смертности среди пациентов с худой НАШПО. Почему их сейчас станет больше? Ну, это был наш первый и второй доклад. Изменились критерии диагностики НАШПО. Если мы работаем по 2020 году, у нас пациент должен был иметь избыточный вес или ожирение, сахарный диабет и еще два критерия кардиометаболического риска. Сейчас это может быть окружность талии, индекс массы тела или, или и один критерий любой метаболического риска. Что, к счастью, понятно. Непонятно, почему наш хуже, да, прогностически, но понятно, что это гетерогенная группа, которая включает в себя два типа. Первый тип людей – это люди с висцеральным ожирением и резистентностью к инсулину, при этом у них нормальный индекс массы тела. Второй тип людей – это тоже худые люди, но у них статус печени возник вторично по отношению к какому-то известному, а может неизвестному пока для нас моногенному заболеванию. Важную роль играет молекулярная диагностика. То есть, если смотреть с точки зрения консенсуса последнего, 23-го года, вот это стеототик лива дизиз, то это так называемая четвертая группа жировая болезнь печени специфической этиологии. В чем проблема новой номенклатуры? В том, что до сих пор никакого разделения на группы по стеотозу, да, основное это заболевание или факультативное, не существует. Наш похудых – это такая общая, да, как мальчик для битья среди английской аристократии, точно так же и здесь. Этот диагноз объединяет в себя все, что только возможно. И в том числе это может быть специфическая этиология, связанная с бариатрической хирургией, с недоеданием, с синдромом короткой кишки, с сибром, с целиакией, с рядом генетических заболеваний, ну, может быть, с приемом метатриксата, длительное время, с вирусным гепатитом, я уже упоминала, тип инфекция третьего генотипа, с дефицитом гормона роста, может быть, какие-то вредные производства, например, свинец, мышьяк, ртуть, кадмий, полихлорированные дифенилы, возможно, эта ситуация еще никак не разрешившаяся у женщины после беременности. Уважаемые коллеги, то есть, чтобы поставить наш похудых, или, вернее, уточнить этиологию, мы должны сделать все и анамнез спросить, и провести генетические исследования, взять сиролоплазмин, медь, ферритин, мутации, связанные с Вильсона, может быть, у кого-то, да, есть случаи определения пациентов с нарушением по активности лизосомальной кислой липазы, исключить заболевания кишечника, вдруг у пациента целиакия, да, и именно поэтому у него стеатоз, конечно, он будет тогда худой, там, кальпротектин, всю панель иммунных маркеров, гепатиты с генотипированием, а я напоминаю, мы сейчас не проводим генотипирование, да, последние препараты прямого противовирусного действия позволяют нам избежать данного дорогостоящего анализа, а не пангеномные, и сразу назначить терапию, собрать анамнез, уточнить еще все по ливертоксу, по сайту, к сожалению, какого-то четкого алгоритма обследования при НАШП у худых не существует, но Американская Гастроэнтерологическая Ассоциация два года назад опубликовала Best Practice Advice, 14 лучших практических советов, как на сегодня вести пациентов с ЛИН-НАШП, да, то есть с худой, так называемой НАШП, что они сказали, что специально этих людей в популяции вылавливать не надо, но скрининг у пациентов старше 40 лет с сахарным диабетом, даже с нормальной массой тела, на статус печени нужно сделать. НАШП надо рассматривать у худых людей, у которых уже диагностировано любое метаболическое заболевание, сахарный диабет, дислипопротеинемия, повышение давления, и при этом есть изменения биохимических показателей, или он уже пришел с результатами УЗИ, где зафиксировано наличие остеатоза. Нам нужно исключать другие причины заболевания печени, по крайней мере, попытаться хотя бы сдать инфекционную группу, ВИЧ, посмотреть уровень, липидограмму, и уточнить, что там по приему препаратов, хотя бы самых популярных, которые вызывают стеатоз, это метатриксат, амиадарон, тамоксифен и стероиды. Что касается диагностики, биопсия – золотой стандарт, но мы ее рассматриваем только если у нас несоответствие между степенью фиброза, тем образом пациента, который есть, или если мы полностью в диагностическом тупике. Чаще всего переходят на лабораторные методы диагностики, это сывороточные индексы, в частности, ФИБ-4, фиброз, и методы визуализации, пожалуйста, как вариант транзиентная эластография, потому что МРТ все-таки дорогостоящий метод. Эти тесты рекомендовано повторять и делать для постановки диагноза, а также через 6-24 месяца после постановки диагноза, зависит от того, какая стадия фиброза. Если стадия продвинутая, я напомню, это все, что больше F2, тогда действительно мы делаем контроль каждые полгода. Что касается лечения, уважаемые коллеги, оно точно такое же. Мы начинаем с изменения образа жизни, обязательно делаем акцент на коморбидные состояния, потому что не от наш пациент умирает, и, да, лечим заболевания печени. В наших рекомендациях, которые обновились в 2024 году, речь идет о том, что на первом месте стоит регулярная физическая активность, сбалансированная диета, и убрать продукты, которые содержат добавленную фруктозу. Что такое добавленная фруктоза? На сегодня это продукты для диабетиков, ну, они в супермаркетах стоят именно на этих полочках, где много фруктозы, это фруктовые соки, это хлебобулочные, в том числе, изделия, ну, и различные там батончики, в том числе, протеиновые, мюсли, углеводные батончики, зерновые. Причем, те рекомендации, которые прописаны и РАПИП, полностью совпадают с рекомендацией Американской гастроэнтерологической ассоциации, правда, АГА четко выделила, что даже у пациентов худых, то есть индекс массы тела до 25, нам надо добиться умеренной потери веса на 3-5%, что касается лечения, рекомендовано назначение витамина Е, но у пациентов без сахарного диабета или без наличия цирроза, в идеале, чтобы он сделал биопсию, пероральный прием биоглитозона рассмотрен у худых людей, опять же, если нет цирроза печени и подтверждено наличие остеата, гепатита, то есть воспалительных компонентов, что касается сейчас вездесущих агонистов глюкогоноподобного пептида первого типа, то тут пока тактика точно не определена, и, ну, наверное, новинка этого года, 14 марта, FDA одобрила препарат Ресмитиром, это агонист рецепторов тиреоидных гормонов для лечения взрослых пациентов с нецирротическими стадиями НАСК, с умеренным и выраженным фиброзом, но, как всегда, только вместе с диетой и физическими упражнениями. Уважаемые коллеги, что важно, когда мы лечим на сегодня НАШП, неважно, у худых, не у худых, на втором пункте стоит коморбидное состояние, чаще всего это дислипидемия, сахарный диабет и хроническая болезнь почек, и мы пытаемся минимизировать лекарственную нагрузку на пациента и выбирать препараты с плеотропным действием или которые прописаны во многих гайдлайнах. Я обращаю ваше внимание, что на сегодня в рекомендациях по лечению дислипопротеиномии и сахарного диабета входит турсодезоксихолевая кислота. Вот это последняя работа 2024 года, которая суммирует все-таки эффекты УДХК на неалкогольную жировую болезнь печени. На первом месте стоит активация аутофагия, влияние через рецепторный аппарат, в частности форнизоидные рецепторы, влияние через аминобел белковый обмен. В общем, многогранный подход привел к тому, что урсодезоксихолевая кислота сейчас используется не только гастроэнтерологами, но и эндокринологами, гинекологами и кардиологами. И у нас есть прекрасное исследование, которое было проведено на Урсосане под эгидой главного гастроэнтеролога страны, которое четко показало, что если правильно лечить 15 мг на килограмм веса в течение 6 месяцев не менее, то уходят не только печеночные риски, но и достоверно снижаются сердечно-сосудистые риски у пациентов с НАЖП. И что очень важно у пациентов в НАЖП, которые худые, что этот эффект полностью реализуется, даже если вес у пациента на тех же точках. Мы не боимся назначать Урсосан у пациентов в том числе с повышением ферментов печени, потому что мы знаем, что добавляя УДХК к статинам, более эффективно снижается холестерин, более эффективно в 2 раза снижаются липопротеиды низкой плотности, идет нормализация маркеров повреждения печени. Поэтому даже если перед вами пациент, у которого повышение ЛТ и СТ до 3 норм, не надо ждать и откладывать назначение статинов. Статины нам помогают. Я уже видела вопрос в чате, это как раз ответ на него. Резюмируя назначение сейчас и лечение пациентов с НАЖП, в том числе и с худыми формами, мы лечим теперь и без повышения ферментов, то есть мы не ждем, пока повысится ЛТ и СТ. Вторая группа пациентов, это пациенты с цитолизом, третья группа пациентов с липидными нарушениями, это прописано в гайдлайнах кардиологических, и у пациентов НАЖП с нарушениями углеводного обмена. Уважаемые коллеги, что я пыталась в кратком пилотном сообщении про наш похудых подчеркнуть, что сейчас наш распространяется вне зависимости от роста весовых показателей, что наш похудых оказывается прогностически хуже, там выше риск смертности от любых заболеваний на 60%. Болезнь стеатозная печени у худых ассоциирована с инсулинорезистентностью, висцеральным ожирением, с патологией печени разной природой, и надо искать какие-то заболевания других органов, ну, например, тоже целиакию, ВЗК, эндокринопатию. Принципы лечения НАЖП у худых отдельно не разработаны. Мы лечим так же, как и НАЖП у пациентов с избыточной массой тела. Ну, и я подчеркиваю роль урсодезоксихолевой кислоты. Итак, коллеги, завершая свою часть доклада, перед тем, как передать слово Марии Георгиевне, я хочу еще раз обратить ваше внимание, что да, классификации меняются, названия меняются. НАЖП, ПСТАТОТИКЛЕВАЙДИЗИС, там, СТАТОТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ, да все что угодно. Но я хочу, чтобы мы смотрели в главное и смотрели в суть, да, от этого, как бы вы ни назвали заболевание, прогностически ничего не поменяется. У нас есть прекрасный пример с российским мультиком, да, где концовка хэппи, и я хочу привести пример с Михаилом Юрьевичем Лермонтов, который, ну, никак не должен был быть Михаилом, потому что в течение многих поколений по мужской линии всех мальчиков называли по очереди или Петр, или Юрий. Но у него был папа, была волевая бабушка, и папа любил играть в карты. Карточный долг считался делом чести. Отец Михаила Юрьевича очень сильно проигрался в карты, и его бабушка в прямом смысле выкупила карточный долг и в качестве условия сказала, что она назовет своей внука так, как считает нужным, и назвала его в честь архангела Михаила, поэтому вместо Петра Юрьевича у нас появился первый в роду Михаил Юрьевич, который, к сожалению, не оставил потомство, но тем не менее это его смена имени никак не повлияло на его творчество. Уважаемые коллеги, я сейчас с радостью буду передавать слово Марии Георгиевне Епатовой, но мы с вами надеюсь встретимся как на страницах телеграм-канала, так и 17 октября в четверг в 8 вечера, где в качестве приглашенных экспертов выступит главный инфекционист Министерства обороны Российской Федерации профессор Козлов Константин Вадимович, и мы в таком режиме блиц вопросов-ответов поговорим об инфекционных патологиях на приеме у гастроэнтерологов, в частности меня интересует все, что связано с гепатитами, ну и в качестве второго приглашенного эксперта выступит клинический форматолог, гастроэнтеролог, я сегодня цитировала его работу, доктор медицинских наук Тихонов Сергей Викторович, который нам расскажет про функциональные заболевания, ну а сейчас я с огромным удовольствием представляю вам уже известного вам, да и я думаю всей нашей стране лектора Марию Георгиевну Ипатову, и я приношу сразу свои извинения, я знаю, что это один из тех немногих лекторов, на которых мне лично хочется сравняться, потому что она соблюдает, она прислушивается к своему организму, к своим циркодианным часам, и я знаю, что Мария Георгиевна очень рано встает, поэтому для нее это позднее время, но так как она топовый эксперт не только в детской гастроэнтерологии, но и во взрослой, уважаемые коллеги, я жду ваших вопросов, мы ждем ваших вопросов, я уверена, что вы не зря послушаете сегодняшний последний доклад. Мария Георгиевна. Добрый вечер, уважаемые коллеги, мы поговорим про нутриентной поддержки, и, конечно, Татьяна Алексеевна, она облегчила мою задачу, она осветила достаточно широко и глубоко, я бы сказала, сегодня и патогенезы, мы разобрали наш, и с избыточным весом у пациентов, и у худых, и, наверное, ну, мне кажется, прослушав сегодня и сегодняшние вообще полностью научные мероприятия, мне кажется, ну, осталось очень мало таких белых пятен, поэтому давайте поговорим, скажем так, немножко в другом формате, следующий слайд, по НАЖБУ, и мне бы хотелось сказать, что, конечно, в плане, опять же, здесь пересекаются немножко наши данные с Татьяной Алексеевной в плане терминологии, я не очень, скажем так, принимаю пока вот эту стеатозную болезнь, классификацию 23-го года, мне кажется, там есть много неточностей, возможно, идея хорошая, но она требует доработок дальше, но, тем не менее, мы с вами врачи, и понятно, что собираются конгрессы, собираются какие-то научные мероприятия, на которых нужно обсуждать, двигаться дальше, анализировать и так далее, но наш, на сегодняшний день, это, как правило, та ситуация, когда, правда, это не болит, и, возможно, пациент пришел и по каким-то причинам сделал зибрюшную полость, и ему врач ультразвуковой диагностики говорит, что, а вы знаете, у вас стеатоз, и куда пойдет этот пациент, конечно, он пойдет в первую очередь к педиатру, либо к терапевту, и скажет, скажите мне, пожалуйста, что мне с этим делать, вы знаете, как правило, ответ терапевтов такой, меньше ешьте, худейте, если бы у этого пациента не было бы нарушения пищевого поведения, а это большая часть пациентов, у которых есть стеатоз, ну, возможно, там какой-то медикаментозный анамнез, то он бы, наверное, к нам не пришел, ему требуется мотивация, мы должны его как-то вот замотивировать, чтобы в плане его образа жизни, и тут есть очень много лайфхаков, мы о них сегодня тоже поговорим, отчасти Татьяна Алексеевна их проговорила, поэтому мне хотелось бы сказать, что стеатоз это ультразвуковой диагноз, но когда к нам пациенты с ним приходят, на этом этапе мы можем дать ему ряд рекомендаций, включая нутриентную поддержку, о которой я поговорю чуть позже. Дальше. Дальше. Коллеги, опять же, Татьяна Алексеевна оговаривала это сегодня, что сегодня мы двигаемся меньше, но употребляем больше калорий, и вот этот дисбаланс, он приводит и к висцеральному ожирению, ну и, конечно, вот это избыточное поступление углеводов, оно способствует накоплению липидов и дислипидемии, и нарушению углеводного обмена, и метаболических нарушений, поэтому, что бы мне хотелось сказать, что, когда вот ко мне приходит пациент, я первую очередь спрашиваю, а сколько вы пьете сладких газированных напитков, а пьете ли вы лимонад, а пьете ли вы сотки, фреши, и рекомендую им сначала заменить вот эти, скажем так, напитки на зеленый чай, на воду, ну, две-три, максимум, три чашки кофе, не более того, лучше, конечно, употреблять воду, можно морсы не сладкие, почему? Потому что мы должны в первую очередь убрать вот эти легко усвояемые углеводы. Дальше. То, что касается людей с ожирением, то я согласна с Татьяной Алексеевной, я давно пришла к этой мысли, что неважно индекс массы тела, мы, конечно, должны учитывать для протокола, возможно, у него есть какие-то свои положительные стороны, но я всегда хожу с сантиметром, и если я прихожу к пациенту, неважно, какого он возраста. Самый маленький пациент у меня был на руках, он весил 300 грамм, ну, и, соответственно, большие, они бывают очень разных размеров, я обязательно определяю его талию, если она есть, конечно, но, во всяком случае, где она должна быть, и если я вижу и понимаю, что, как бы, живот увеличен в объеме не за счет гепатосприномигалия, а за счет висцерального ожирения, то у меня четко встает такая вот картинка патогенеза, то есть вот этот вот жир, который прекрасно иннервируется, кровоснабжается в головном мозге, в глюшной полости, он в дальнейшем, вот эти нетерифицированные жирные кислоты, триглицериды, они поступают в печень. Почему? Потому что это непарный орган, он хорошо кровоснабжается, иннервируется, и он идет в печень. Печень, она большая умница, я обожаю этот орган, и хочу вам сказать, что она же понимает, что куда-то это надо утилизировать. Что она делает? Она начинает запаковывать вот эти триглицериды в липопротеиды очень низкой и низкой плотности, поэтому возникает и дислипидемия, и у нее уже не хватает сил синтезировать липопротеиды высокой плотности, то есть она переключается на другой метаболизм. Более того, у печени два пути выведения, это кровь, и это желчные протоки, поэтому если мы говорим с вами про кровь, то здесь будет как бы сердечно-сосудистые вот эти всякие риски, проблемы, включая там атеросклероз и так далее, то, что касается желчных протоков и желчного пузыря, то это, конечно, высокий риск холестериновых камней. Следующий слайд. Теперь давайте еще раз вернемся к висцеральному ожирению. Помимо того, что это, скажем, такой эстетически не очень красивый особенность человека, жир – это не только чистые триглицериды и интрифицированные жирные кислоты, это еще огромное количество адипокинов. Вы видите, что огромное количество вырабатывается лептина, адипонектина, резистина, аминтина и ряд других. Более того, там синтезируется еще и, соответственно, ангиотензин. А ангиотензин влияет на артериальное давление. И вот он у нас с вами выстраивается. Вот это вот маркеры воспаления системного. Вот у нас уже получается артериальное давление. У нас уже повышенное. У нас уже получается дислепидемия. Плюс еще вовлекается углеводный обмен и мы с вами получаем метаболический синдром. Дальше. То, что касается понимания современного НАШП, то, конечно, изначально стеатоз, который является ультразвуковым диагнозом, это первая стадия, которую, если мы на нее не повлияем, а мы будем в конце говорить именно о том, как мы можем нутриентами и образом жизни изменить и не допустить прогрессирования этого состояния, то следующая стадия это стеатогепатит, фиброз, цирроз, высокий риск смертности, онкологии и ряда других заболеваний. Дальше. То, что касается МАШП, конечно, Татьяна Алексеевна об этом проговорила, но мне бы хотелось сказать коллеге, обязательно собирайте медикаментозный анамнез. Почему? Потому что, когда к вам приходит пациент, который себя любит, который уважительно относится к своему здоровью, который следит за собой и который наблюдают очень грамотные врачи, он получает антигипертензивную препарату, возможно, ему назначены какие-то препараты, влияющие на липидный обмен. Мы посмотрели, у него нет нарушения углеводного обмена по лабораторным анализам, нет дислипидемии, у него нормально артериальное давление. уточняем. А возможно, у этого пациента как раз-таки медикаментозная коррекция очень грамотная. Поэтому вот эта вот классификация МАШ, она, на мой взгляд, она очень мудрая, поэтому акцентирую внимание на том, что мы должны с вами четко собирать анамнез, потому что если он медикаментозно скомпенсирован, все равно у него он укладывается в критерии МАШ. Следующий слайд. То, что касается подходов лечения, то здесь, конечно, это модификация образа жизни. И вот я сейчас разговаривала с коллегой, она говорит, я только что вышла с йоги, и я так за нее порадовалась, потому что как это важно. Кому-то подходит йога, кому-то подходят танцы. Танцы тоже бывают разные. Кому-то сальса, кому-то бачата, кому-то зумба. Пожалуйста, найдите возможности для того, чтобы ваше тело, скажем так, имело приятную физическую нагрузку. У меня была коллега, эндокринолог, гинеколог, она занимается таким интенсивным спортом, поднимает там по 100 килограмм и так далее. Женщина. Я немножко, как бы, меня это смущало, но тем не менее, тоже такой факт интересный. То есть мы все с вами разные, у нас разный психотип, у нас разная с вами физическая подготовка и так далее. Но двигаться нужно обязательно. Пожалуйста, максимально ограничивайте себя от стресса, насколько это возможно. Если у вас выражен стресс, принимайте дополнительно магний, потому что он прекрасно компенсирует вот этот вот, скажем, дисбаланс, который в дальнейшем возникает, принимайте Б-комплексы, которые тоже улучшают это состояние. Ну и либо меняйте вокруг себя что-то, обстоятельства, работу, еще что-то, которое вызывает у вас хронический стресс. Я за то, чтобы был no stress, only relax. А то, что касается диеты, да, мы уменьшаем колораж, но ограничиваем алкоголь, не буду на этом останавливаться, мы сегодня об этом очень подробно поговорили. коллеги, убирайте фруктозу. Я иногда прихожу в магазины и вижу отдельные такие прилавки, где там написано, что для сахарного диабета не содержат сахар, не содержат глюкозу, но содержат фруктозу. Фруктоза, это особенно в большом количестве, она вызывает стеатоз печени и стеатогепатит, потому что фруктоза идет по двум пути по сообразованию фруктозы 1 фосфат и фруктоза 6 фосфат, и это все метаболизируется, и один из путей приводит к образованию триоцилглицеридов, то есть фруктозу. Более того, употребляйте больше зелени, пищевых волокон, которые на самом деле способствуют и чувству насыщения, и содержат мало калорий, и богаты, соответственно, еще и витаминами. То, что касается диетической коррекции, ешьте высокобелковую пищу. Почему? Белок, он сытный, он поднимает, скажем так, он дает чувство сытости, и интервалы между едой, они удлиняются. Если вы любите кофе, пожалуйста, пейте кофе 2-3 чашки в день, но только натурального. Искусственный здесь не способствует вот этим, скажем, благоприятным воздействием. Полифенолы. Любите чай? Пожалуйста, пейте зеленый чай. Дополнительно принимайте ресвератрол, он есть в ВАДах, принимайте ресвератрол, у него есть очень хорошая доказательная база. Но мы сегодня больше будем говорить с вами об омеге-3 и витамине Е, потому что это основополагающие нутриенты для коррекции дислепидемии, стеатоза и стеатогепатита наших пациентов. Двигайтесь, улыбайтесь, будьте счастливы. Более того, я скажу, что любите друг друга. И если у вас хороший такой акт любви, то в процессе может сгореть до 400-600 килокалорий. Но понятно, что здесь обязательно должно быть это все в движении, активно и так далее. Поэтому если три раза в день, то возможно вообще суточную потребность употребляемого рациона израсходовать. А пробиотики, сегодня об этом тоже говорила Татьяна Алексеевна, да, каждый штамм имеет значение. У него есть фамилия, имя, отчество, эффективность, доказательность, безопасность. Поэтому здесь очень тонко надо подходить. То, что касается педиатров, мы очень широко применяем пробиотические штаммы и даже в смеси в детские добавляются штаммы. Более того, в грудном молоке содержатся лактобифидобактерии, то есть грудное молоко нестерильно. Поэтому на этом надо акцентировать внимание. И некоторым, например, очень активным, гиперактивным мамочкам тревожным я рекомендую купить йогуртницы и готовить самим йогурты из живых соответственно пробиотических штаммов, потому что это как дополнительный такой вот тоже источник питания. Ну, давайте поговорим про медикаментозную терапию. И здесь следующий слайд. Я не буду останавливаться подробно на клинических рекомендациях. Вы видите, что это витамин Е, это УДХК, адемитианин, а дальше разбираются препараты с учетом, скажем так, обменных нарушений наших пациентов. Про бариотическую хирургию тоже не хочу говорить, потому что я считаю, что это терапия отчаяния, и это пациенты, которые имеют огромное количество в дальнейшем проблем, в том числе вот эта нутриентная недостаточность, она приводит к таким отсроченным послеоперационным осложнениям. Следующий слайд. И мы с вами сейчас поговорим именно о нутриентной поддержке. Мы все хотим быть молодыми, красивыми, здоровыми, и мы должны понимать, что человек это то, что он ест. Поэтому мы должны употреблять продукты, которые богаты живыми пробиотическими штаммами, олигосахаридами, пищевыми, волокнами. Обязательно должно в нашем рационе содержаться омега-3. Напомню, что омега-3 не синтезируется в организме человека, только поступает с приемом пищи. Более того, очень важен состав белка, который мы с вами употребляем. Ну, а если мы с вами, скажем так, употребляем пищу, богатую насыщенными жирами, трансгенными жирами, полуфабрикатами, злоупотребляем фруктозой, то у нас нарушается микробиоциноз кишечника, вырабатывается большое количество индолов, скотолов, фенолов, то есть вот этих токсинов, различных метаболитов, которые отчасти могут проходить через кишку, попадать в печень и вызывать токсическое действие. Следующий слайд. Давайте мы с вами обсудим вопрос, откуда взялись вот эти рекомендации по назначению витамина Е у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени. Я приведу потрясающе интересное исследование, в которое было включено более 300 пациентов, они имели метаболические риски, им проводилось ультразвуковое исследование, биопсия печени и уровень витамина Е. И оказалось, коллеги, я попытаюсь сейчас это показать, что у пациентов здоровых уровень витамина Е был в пределах 5, у пациентов, у которых не было НАРБ, тоже там около 5, скажем так, а вот если выявлялся стеатоз, либо стеатогепатит, то уже значение снижалось почти в 1,5-2 раза. И в этом исследовании был сделан вывод такой, что снижение уровня витамина Е в сыворотке крови ассоциировано со стеатозом и стеатогепатитом, и, соответственно, было рекомендовано использовать витамин Е у данной группы пациентов. дальше. То, что касается витамина Е, это очень полезный нутриент, это очень мощный антиоксидант, и, скажем так, оценить его воздействие благоприятное на наш организм, ну, невозможно. Поэтому, если говорить вот так вот коротко, то, конечно, он модулирует иммунную систему, он влияет на звездчатые клетки и профилактирует фиброз, он снижает инсулинорезистентность воспаления, он снижает на уровне гистологии, если мы будем смотреть гистологическую активность, он снижает степень воспаления в печени и так далее, и так далее, и так далее. То есть витамин Е это очень мощный антиоксидант, и мы должны обязательно с вами понимать, что если у пациента есть какие-то хронические заболевания пищеварительного тракта, это может быть экзокринно недостаточно из подживучной железы, а пациент может находиться на очень строгой диете, которая в дальнейшем приводит к этим дефицитам, то, конечно, нам надо дополнительно рекомендовать витамин Е этой группе. То, что касается витамина Е, то он, его рекомендуют в качестве терапии первой линии для пациентов со стеатогепатитом, но без диабета и цирроза. Дальше. Теперь давайте поговорим про доказательную медицину, потому что мы с вами работаем в рамках как бы, да, вот этой доказательной базы. И откуда взялась дозировка 800 международных единиц? Потому что, на мой взгляд, эта дозировка очень-очень-очень высокая. Но сразу скажу, к сожалению, в этом исследовании не указано, что это за витамин Е. Искусственный он или натуральный. И почему взяли именно эту дозу? Тем не менее, вот эта доза показала, что при приеме витамина Е и пиоглитозона у 43% пациентов со стеатогепатитом наблюдалось клиническое улучшение со значительным снижением уровня АЛТ, АСТ. Более того, было получено гистологическое снижение воспаления при приеме витамина Е. Отсюда и взялась эта дозировка, которая вошла все клинические рекомендации. Следующий слайд. Коллеги, но мы должны понимать, что мы дети природы, и мы должны максимально употреблять и нутриенты, и витамины, и, соответственно, продукты, которые максимально, скажем так, приближены к натуральным продуктам. Поэтому, когда мы говорим с вами про витамин Е, то вот этот искусственный витамин Е, он не настолько активный, насколько активный именно натуральный. Натуральный активный на 26%. Он содержит различные изомеры альфа, бета, гамма, дельта, и это все приводит к тому, что его активность повышается. Вы видите здесь как раз-таки формулу натурального, вы видите здесь формулу искусственного витамина Е, и мы четко понимаем, что, конечно, лучше употреблять витамин Е натуральный. В большинстве случаев лекарственные препараты, которые зарегистрированы в России, они именно искусственный витамин Е, и он менее активный, поэтому, возможно, и такие высокие дозировки были приняты в клинических рекомендациях. Следующий слайд. То, что касается компании Солгар, я ее очень люблю. Почему? Потому что почти большая часть препаратов, которые зарегистрированы в России, это разрешены для беременных и кормящих. Это говорит о том, об их профиле эффективности и безопасности. В том числе, они разрешены, скажем так, есть линейка для детей. И то, что касается витамина Е компании Солгар, то здесь мы должны четко понимать, что это натуральный витамин Е. Это сафлоровое масло, которое содержит как раз таки все эти изомеры. Не содержит глютена, крахмала, молочных продуктов. И мне сейчас вышла дозировка с этого года, и меня это очень радует. 200 международных единиц. И я не уверена, что всем нужно 800. Конечно, хочется провести исследование. Возможно, качественный витамин Е в дозе 200 международных единиц, а может быть, и 400 международных единиц полностью, скажем так, сможет быть таким же эффективным, как показал вот этот вот препарат, который был использован в исследовании пивен. Следующий слайд. Что еще хорошо про витамин Е? То, что есть упаковки по 100 капсул. Это хорошее, скажем так, количество. Это можно, то есть длительность приема почти более трех месяцев. Поэтому, скажем так, и приемы там, например, суточная потребность, например, одной капсулы. Если есть необходимость, то мы назначаем больше. Теперь давайте поговорим немножко про омегу. Омега тоже очень важная составляющая, потому что омега – это наша жизнь. Омега нужна для нашего иммунитета. Омега нужна для нашей ментальной функции, для профилактики деменции Альцгеймера. Ее применяют при аутоиммунных заболеваниях. Она влияет на воспаление. Поэтому переоценить вообще возможности омеги на каждую нашу клеточку, на каждый наш орган невозможно. Дальше. И я хотела бы остановиться на том, что сейчас большое количество пациентов с гипертолицеридемией. Обязательно, когда мы с вами смотрим биохимию и мы видим пациента даже со склонностью к ожирению и мы видим с вами, что у него талия далека, например, у женщин больше 80 и мужчин более 90, пожалуйста, возьмите липидограмму, возьмите холестерин, триглицериды и липопротеиды низкой и высокой плотности. Если вы видите триглицериды выше 1,7 и вы видите, что у человека талия не соответствует этим критериям, дайте ему омегу. Почему? Да потому что омега влияет на липидный профиль, она снижает триглицериды, она повышает липопротеиды высокой плотности и снижает низкой плотности. То есть мы с вами уже будем профилактировать огромное количество заболеваний. Вы знаете, вчера я выступала у Бакулина на мероприятии и мне задали вопрос по поводу фармака эффективности. А я считаю, что профилактика вот этих огромного количества хронических заболеваний, коморбидных состояний, связанных с дислепидемией, это уже потенциально является очень важным таким маркером фармака эффективности. Правда, я это не просчитывала, у меня не было такой цели, но я думаю, что так оно и есть. Следующий слайд. Теперь то, что касается стеатоза печени, я не стану приводить вам УЗИ, потому что ультразвуковое исследование является не самым, скажем так, это, как говорят наши коллеги, это субъективный метод, более чувствительный является МРТ, но тем не менее, вот метаанализ, 9 исследований с участием более 350 человек, им назначалась Омега. И мы с вами видим, что Омега-3 уменьшает стеатоз печени, снижает уровень трансэминаз, то есть корригирует, улучшает лабораторные показатели предстоят о гепатите. И нам нужна дозировка эффективная, это где-то 830 миллиграмм в сутки. Это очень важно и должно быть длительно. Коллеги, мы не должны вызывать стресс в организме. Я против того, чтобы назначали витамин Д по 10 тысяч, потому что метаболизм витамина Д по его период полураспада где-то идет в районе 2,5 суток. А вот то же самое касается омеги. Не надо давать, например, омеги сразу какое-то бешеное количество, а потом делать перерыв например на неделю. Мы с вами живая система и нам каждый день нужны вот эти нутриенты, которые должны как скажем так оркестр очень гармонично работать с нами, с нашим организмом. Если же мы даем очень высокие дозы, то мы таким образом нарушаем баланс обменных процессов в нашем организме. Поэтому доза в районе 1 грамма длительной это самый лучший нутриент и самая лучшая схема для профилактики огромного количества заболеваний, в том числе стеатоза. Дальше. То, что касается коллеги как раз таки этого исследования по поводу МРТ, это здесь как раз таки исследовалось МРТ, мы видим с вами снижение накопления жиров в печени и это систематический обзор и метаанализ. Вы можете с этими данными ознакомиться. У нас на многих слайдах есть QR-код. Дальше. И мне бы хотелось сказать как раз таки очень интересная работа в плане эффективности омеги при неалкогольной жировой болезни печени. Здесь включено более 400 пациентов. Вы видите насколько снижаются триглицериды. Посмотрите коллеги. Это изначальный уровень и мы видим омега снижает четко достаточно эффективно уровень триглицеридов и повышает положительный баланс липопротеидов высокой плотности. Поэтому в этой работе был сделан следующий вывод. Омега-3 как раз таки влияет очень положительно на липидный обмен и на уровень соответственно трансаминаз. теперь очень важный факт для нас заключается в том, что золотым стандартом многих исследований является эндоскопия, является биопсия с морфологией. И здесь проводится потрясающе интересное исследование, когда у пациентов смотрели эффективность омеги при делали биопсию до назначения омеги и после. Вот это здоровые пациенты, это пациенты соответственно которые не получали омегу до назначения. После того как они прополучали длительно курс омеги-3 мы видим выраженное улучшение гистологических показателей. Ну и конечно же снижался как раз таки степень стеатоза, воспаления, некроза, фиброза по сравнению с контрольной группой. Более того конечно опять же лабораторно было снижение транссеминас. Следующий слайд. То что касается омеги. Я рекомендую омегу абсолютно всем и малышам и детям и взрослым и беременным и кормящим потому что это крайне важный нутриент. Более того не путайте пожалуйста коллеги омегу-3 и рыбий жир. То что касается компании Солга на мой взгляд это самое лучшее оптимальное соотношение ЭПК и ДПК. Это продукт нутриент который получен из холодноводных рыб. Методом молекулярной дистилляции он очищен от всего токсичного и вредного что только может быть. И что важно что он разрешен беременным и кормящим. Если у вас есть дети заботитесь о них сегодня о малышах потому что есть золотые рыбки и даже эти две рыбки в день это будет 250 омеги которая является профилактической дозой для многих заболеваний и очень важным компонентом. Почему еще я об этом говорю? Многие дети вообще не любят рыбу. Есть люди у которых есть как бы непереносимость рыбы и они обязательно должны получать этот важный натриент поэтому обязательно рекомендуйте. Тем более что в Солгаре есть как раз таки та дозировка сочетания концентрации ПК и ДПК которая является золотым стандартом. Что еще важно что пожалуйста можете назначать одну дозу одну капсулу в день мы как раз таки получим вот эту вот как бы среднестатистическую как бы необходимость для профилактики лечения в ряде случаев требуется возможно увеличение дозы но это все индивидуально я на этом останавливаться не буду. Дальше то что касается куркумина куркумин я очень полюбила потому что это очень интересный момент когда я начала у меня первая диссертация кандидатская была в 2010 году по воспалительным заболеваниям кишечника и я назначала скажем так очень у меня была большая выборка пациентов я сама присутствовала на колоноскопиях как бы брала биопсии и так далее и так далее я видела достаточно такую разнородную группу пациентов я вам хочу сказать что очень часто были обострения у пациентов и мне всегда так было тяжело назначать им обратно скажем так иммуносупрессивную терапию и особенно глюкокортикостероидной терапии глюкокортикостероидной терапии почему потому что этот момент он очень сложный и многие например то что касается подростков они говорят следующие вещи я лучше умру молодым красивым и стройным чем я буду скажем да вот таким толстым против глюкокортикостероидов и возникал вопрос у родителей как помочь этим пациентам и первый мой опыт с куркумином он был у пациентов с ВЗК и вы не поверите но прекрасно он работает при язвенном колите как дополнительный скажем так вот да фактор но в дальнейшем я стала более глубоко изучать этот нутриент и оказалось что он обладает потрясающими свойствами он обладает не просто противоспоедным эффектом и при ревматоидном артрите при различных аутоиммунных заболеваниях он профилактика альцгеймером он профилактика деменции он влияет на липидно-углеводный обмен он может снижать жировую массу тела но понятно что не две недели должно быть приема а это длительный прием ну и конечно он влияет на показатели печени следующий слайд мне бы хотелось остановиться на том что очень много исследований по куркумину их огромное количество но я скажу про то что касается именно сегодня наш что в 3,5 раза снижает тяжесть алкогольно-жировой болезни печени и в 4 раза разрешает стеатоз то есть потрясающие данные но коллеги не путайте куркумин специус соответственно с нутриентом следующий слайд и вот эти скажем так различные бады которые представлены на сегодняшний день в аптеках нужно четко понимать что к ним должны быть очень жесткие требования то что касается куркумина солгар опять же акцентирую ваше внимание насколько компания трепетно относится к качеству эффективности и безопасности своих нутриентов в 185 раз повышена биодоступность почему потому что если вы взяли обычную куркуму то она гидрофобна она плохо всасывается мы не можем с вами съесть в день скажем так ведро этого куркумина поэтому здесь нужны особые технологии особые формулы особая скажем модификация соединения которые максимально будут биодоступны эффективны и безопасны и здесь есть скажем опять же такой момент одна капсула вообще в большинстве скажем так нутриентов которые предлагает солгар на сегодняшний день это как правило одна или две капсулы это очень важно потому что наши пациенты забывают принимать скажем так лекарства они их пропускают потому что очень сложно принимать огромное количество скажем таблеток там три раза в день четыре раза в день поэтому здесь тоже есть свои преимущества следующий слайд и то что касается как раз таки куркумина это одна капсула ее достаточно того чтобы она оказала свой свою как будто этот вот потрясающий эффект ну а то что касается нутриентной поддержки при патологии печени то еще раз хочу акцентировать внимание здесь очень важна омега есть еще нутриенты которые в себе содержат холин инозитон метионин но это липотропный фактор я его тоже очень люблю витамин е куркумин это то что имеет огромную доказательную базу для пациентов сна следующий слайд а коллеги мне хотелось бы поделиться с вами публикации которая вышла с моим другом Дмитрием Станиславовичем Бординым в журнале эффективная фармакотерапия по как раз таки подробно описанные метаанализы с огромной доказательной базы и для детей и для взрослых по неалкогольной жировой болезни печени и влияние омега на нее и если вы хотите скажем так обновить свои знания и посмотреть какие есть факторы риска по нутриентной недостаточности и у пациентов при хронической патологии пищеварительного тракта то я рекомендую прочитать это методическое пособие пожалуйста наведите QR-коды они вас переведут на сайт компании Solgorf в которой представлено огромное количество очень качественной литературы с доказательной базы с экспертами очень высокого уровня и вы можете ознакомиться с самыми интересными тенденциями и информацией которая для вас будет полезна ну а в заключении я хочу сказать последний слайд он заключается в том что примерно 175 лет назад вышло первое скажем такое учебное наверное такое научное пособие научная литература посвященная популярному учению о питательных продуктах и заключение было сказано что человек есть то что он ест это та фраза которая сейчас очень широко используется но тем не менее коллеги мы должны помнить кто был у истоков этой фразы и кто был в основе вот этих скажем в основе закладки вот этих нутриентов диетотерапии лечебного питания это любви андреас фейербах и якоб манешот спасибо большое за внимание следующее 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 следующее